В эфире канала Россия, итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашамес Пхешков. Доброе утро. Уходящая неделя началась со встречи главы Республики Рашида Тимрезова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на которой также присутствовали спикер парламента Александр Иванов, сенаторы Ахмад Салпагаров и Крым Казаноков. Вначале Рашид Тимрезов отметил стабилизацию ситуации в регионе и выразил слова благодарности за поддержку жителей субъекта в период пандемии. Обсудили вопросы экономики и реализации инвестпроектов в промышленности, туризме, сельском хозяйстве. Было отмечено, что в республике значительно увеличился турпоток, курорты региона становятся популярными. Еще одной темой стали законодательные инициативы регионального парламента и сенаторов от Карачао-Черкесии в Совете Федерации. Глава республики Рашид Тимрезов выразил благодарность Валентина Матвиенко за внимание к нашей республике, за ее постоянную и значимую поддержку инициативы планов по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и улучшению качества жизни людей, в том числе и в рамках подготовки к столетию Карачао-Черкесии. Имя Хамеда Абуловича Кономатова широко известно жителям республики. 97-летний воин, фронтовик, капитан запаса всю свою жизнь служит родной земле. Но мало кто знает, что он уже 63 года проживает в счастливом браке со своей супругой Розой Исмаиловной. Руководство республиканского ЗАГСа не оставило эту дату незамеченной. Гости побывали в доме четы Кономатовых. С подробностями Шерифат Лепшокова. Семья Кономатовых уже привыкла к гостям. Они здесь бывают часто. Хамед Абулович – человек, которым гордится вся республика. Славный воин, он пример мужества и доблести. Многие знают, в 41-м Хамед Кономатов приписал себе год и отправился на войну. На Калининском фронте начался его боевой путь. Юноша обеспечивал бесперебойную связь, командовал ротой. Бесстрашный командир окончил войну у звания капитана. Хамед Абулович не признается, что его сердце все же дрогнуло один раз, когда он увидел в Чемкенте свою будущую супругу. Подойти к ней он не решился. Через год по возвращении с депортации отыскал девушку и послал сватов. Так в 58-м году появилась эта уникальная семья. В секре счастливой супружеской жизни Хамед Кономатов видит в терпении, умении не зацикливаться на недостатках, а главное во взаимоуважении. Женщина святая, у нас говорят, у старики, 9 месяцев утром носит, 10 месяцев соску дает. Если один раз удовлетворяешь просьбу отца, 99 раз угождай своей матери. Мать главная. Вот это главный воспитатель детей, молодая жена. Это должен любой мужчина, составляющий молодую семью, должен понять, должен уважительно относиться к своей второй половине. С 63-летием Читу поздравила руководитель Республиканского ЗАГСа Елизавета Семенова. Она сказала о том, как непросто через годы пронести любовь и уважение друг к другу, сберечь тепло домашнего очка. Союз Кономатовых вызывает чувство восхищения и уважения, заслуживает широкого общественного внимания. Она вручила юбилярам поздравительное письмо и подарки. Люди, прожившие столько лет в браке, сохранившие семью, сохранившие основные ценности, которые необходимо помнить и чтить в семье. Я думаю, что будет интересно не только нам, но и молодежи, которая сейчас подрастает. В семье Кономатовых двое детей и трое внуков. 86-летняя бабушка Роза Исмаиловна по праву гордится ими. Педагог по образованию, а на 25 лет проработала в школе-интернат Черкеска. Война в ее жизни также оставила тяжелый след. Отец Исмаил Глоуф работал судьей. В годы войны ушел в местный партизанский отряд. Немцы арестовали его отца и грозили расправиться, если сын коммунист не выйдет к ним. Исмаил пришел и был расстрелян. Отец отпущен на свободу. По сей день Роза Исмаиловна хранит медаль, присвоенную посмертно ее отцу. Проживя непростую жизнь, Кономатовы сохранили в душе свет и по-прежнему дарят тепло людям. Их долгий семейный союз образит взаимопонимание, терпение и любви. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке Дары Камчатки. С 31 марта по 4 апреля. В доме предпринимателя. Город Черкесск. В эфире Радио России. Карачаево, Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Главное радио России. С 1 апреля в стране введены новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Какие произошли изменения и что должен знать и уметь кандидат в водители. Нашей съемочной группе рассказали в РЭО. В тонкости новых правил при сдаче экзамена на права в Николая Аладинаева. С 1 апреля вводятся новые правила и самое заметное изменение – это отмена отдельного этапа экзамена на автодроме. Теперь будущий водитель мастерство вождения авто покажет в условиях реального дорожного движения. Но и это еще не все. Поменялась не только площадка, но и изменились и сами требования. Маневры при вождении, которые теперь новичок-водитель не должен демонстрировать инспектору ГИБДД – это… Повороты на 90 градусов, которые отменены, я вам говорю, и змейка отменена. Это вот из пяти элементов, которые были. Остались параллельная парковка, заезд под углом 90 градусов, трогание на подъем. И эти все элементы будут применяться в условиях дорожного движения при сдаче экзамена. А пока кандидаты-водители на специальных площадках с инструкторами усваивают и вырабатывают навыки вождения автомобиля. Ведь это не просто забава, а серьезная профессия и большая ответственность не только за свое, но и другие жизни. Артем Пономарев решил сесть за руль и проходит учебу в автошколе. Молодой человек решительно настроен стать хорошим водителем. Он уже осведомлен, что будет сдавать экзамен по вождению по новым правилам. Вместо полигона будут сдавать город, ужесточение теории в два раза. И с 16 лет теперь можно сдавать. Готовы к испытаниям? Всегда готов, давно готов. Инструктор всему научил, все, что нужно было, объяснил. А дальше уже дело опыта. А опыта вождения автомобиля ему еще набираться и набираться. И насколько Артем готов к экзаменам, покажет время и ждать осталось недолго. Для подготовленного кандидата-водителя я не вижу проблем при сдаче экзамена. Поэтому сложности не должно. Конечно, присутствует человеческий фактор, волнение какое-то. Все-таки это забытие такое, волнительное для многих. И ответственность, само собой. Конечно, автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому можно ожидать всего угодно. Хорошее знание теории и успешная сдача экзамена практического этапа еще не означает, что вы профессиональный водитель. Понятно, что мастерство вождения оттачивается годами. Если вы все-таки решили стать водителем, главное и неизменное правило. За рулем нужно находиться здесь и сейчас, отложив все дела, думать о вождении автомобиля, ежесекундно контролируя ситуацию на дороге. А когда садишься за руль, больше начинаешь ценить пассажирское место, ведь это дает тебе полную свободу. Можно смотреть в окно, листать ленту в интернете, но все это можно спокойно делать только с профессиональным водителем. Аллахинаева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесе. Хорошая новость на этой неделе к нам пришла из научного сообщества Москвы. Нашему земляку, одному из ведущих нейрохирургов страны, специализирующемуся по спинальной хирургии, в Российском научном центре хирургии имени Академика Петровского Марату Асланукову присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Диссертация «Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника с использованием ультразвукового исследования по специальности нейрохирургия» была защищена на базе научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Метод, предложенный Маратом Аслануковым при проведении операции по удалению грыжи диска поясничного отдела позвоночника, позволяет хирургу лучше разобраться в интрооперационной анатомии и контролировать радикальность удаления грыжи диска, что позволяет хирургу существенно улучшить результаты хирургического лечения благодаря уменьшению послеоперационной боли и снижению количества рецидивов грыжи диска. Имя Анзора Ямкужа широко известно в нашей республике. Уроженец Кабардино-Балкария, основатель студии «Кавказфильм», кино и театральный режиссер, он нередко ставит спектакли для черкесского театра. Вот и недавно в республиканской столице с успехом прошла еще одна его премьера. С Анзором Ямкужем встретилась Шерифат Лепшокова. Анзор, совсем недавно здесь, в черкесском театре, вы поставили спектакль «Маменькин сынок». Комедия – это особенный жанр. Иногда говорят, зрителя легче заставить плакать, чем засмеяться. А чем вас привлекает комедия? Да, Шерифат, вы правы, комедия – это самый сложный жанр и на театре, и вообще в киноиндустрии. Заставить зрителя засмеяться, искренне засмеяться, да, и при этом не пошлить, не пошлить. Это сложно, и не каждому удается. Поэтому говорить о том, что зритель любит комедию, да, правда, зритель любит посмеяться. Тем более сегодня, тем более сегодняшние дни, когда мы год сидели в пандемии, да, и люди вот-вот-вот только-только-только начинают выходить, и начинает живое очное общение. А театр – это в отличие от кино, это очное общение с актером и актера со зрителями. Это очень важно. Тем более, долго думали, какой жанр выбрать, и я остановился на том, что это должна быть комедия, потому что людей надо как бы порадовать немного. Я против комедий, которые ниже пояса, да, скажем, где шутки. В театр приходят люди, тем более мы на Кавказе, не будем забывать. Мы в Национальной Республике, да, много национальной, слава Аллаху, слава Богу, да, в Карачао-Черкесской Республике. Очень много национальностей, да, у которых свои традиции, свои адапты, свои хабза. И в театр люди в том числе и на такие комедии не ходят, потому что, наверное, когда слышится со сцены не очень лицеприятные вещи, не очень хочется это смотреть рядом со своей супругой, рядом со своей матерью, рядом со своими детьми. Поэтому, наверное, мы отпугнули немного вот этими пошлыми комедиями, даже не комедии, это зарисовками, да, пошлыми, отпугнули зрителя от театра. Поэтому наша задача обратить еще раз внимание зрителя на то, что театр ставит здоровые комедии, здоровые постановки, и чтобы люди, тем более после пандемии, вернулись в театр и вернулись с семьями, друзья, подруги, братья, сестры, чтобы они приводили в театр и приходили сами, со своими родителями, со своими детьми. Все-таки это такой праздник, театр вообще праздник, да, и туда люди должны ходить. Театр – лицо вообще народа. И в каком состоянии, да, находится народ. Все самое лучшее на данный момент, на сегодняшний день, которое есть в плане искусства и культуры у этого народа, это опять-таки же мое личное мнение, представляется именно на театральной сцене, на театральной площадке. Театр не имеет права, скажем так, идти на поводу у зрителя. Зритель может много чего захотеть. Зритель может много, тем более сегодня, когда в интернете доступно все, когда все открыто, цензуры нет, ничего нет. И мы, как народы Северного Кавказа, живущие на этой земле, живущие в этих законах, нехорошо и неплохо, я не говорю, но мы выросли здесь, мы родились здесь, и мы обязаны, да, соблюдать обычаи предков, обычаи своих народов и не плевать свое прошлое в угоду будущему, да, пытаясь подстроиться под современное течение, под тренды, под бренды, под моду. Да, нужно идти в ногу со временем, но нужно еще оставаться черкесам, карачаевцам, нагайцам, абазинам. Я вас поняла. И хотела вас спросить, вот даже идя зрителям на комедию, мне кажется, он еще ждет чего-то больше, чего-то большего, чем просто посмеяться. Как вы думаете? Да, абсолютно вы правы. Кто-то из великих классиков сказал, хочешь сказать человеку правду, заставь его засмеяться. Да, вот по этому принципу я подхожу к любой комедии, которую я ставлю там или иначе, в любой республике, на любой площадке. Берем одну тему, допустим, примера, которая сейчас была, маменькин сынок, да, на прошлой неделе. Если мы ее берем, то там мы попытались показать мужчин, которые находятся под крылом своих матерей. Мамы всегда будут любить, мамы всегда будут считать своих детей маленькими, ребятишками, детишками, младенцами. Даже если им 30, 40, 50 лет, это так. Но мамы также должны понимать, что мужчина, чтобы был мужчиной, да, нужно еще и воспитывать его как мужчина. И если мужчина будет мужчиной, то и женщина будет женщиной. То есть это все взаимосвязано. И когда мы нарушаем эту цепочку, то получается, что общий баланс того или другого народа, баланс движения, баланс развития народа, да, вот, начинает хромать. И мы попытались через смех как-то обратить на это внимание зрителей и выправить чуть-чуть, чтобы люди более внимательно относились к этим вещам. Зрители знают вас как кликмейкера, театрального режиссера, а с недавнего времени как кинорежиссера. Ваш фильм «Невиновен» стал во многом первым. Я знаю, что съемочная группа во многом, да, состояла из представителей Северного Кавказа. А также в своем фильме вы на кавказской основе показали очень непростые темы для зрителей, да. Сцена – это тема преступления, тема прощения, когда женщина, кавказская женщина прощает убийцу своего сына. Сцена очень эпическая, сродни древнегреческому эпосу «Тема вечная». Что вас подвигло рассказать об этом? Невиновен, оставлено на реальных событиях, да. Это не обязательно моя история, это история моих друзей, моих близких, моих знакомых, иногда даже зачастую незнакомых людей, случайных в моей жизни людей, которые мы со сценаристом Ратмиром Хакуловым собирали в общую историю, историю «Невиновен». И эту историю я хотел рассказать всему миру, что есть на Земле такой уголочек на планете, да, под названием Кавказ, где живут люди, да, разных национальностей, у которых многовековые традиции. И если эти люди, допустим, не говорят хорошо на русском, или не говорят хорошо на английском, или на другом любом языке, это не значит, что у них культура хромает, у этих народов. Я хотел показать, что независимо от того, где родился человек, он остается человеком. Если давать ему шанс, это понимает и понять может только человек, который дает жизнь на планете. Земля другому человеку, то есть мать. Никогда в жизни мы, мужчины, не поймем, что внутри у этого человека, что внутри творится у человека, которому дана способность свыше давать продолжение жизни на Земле. Она как бы сама уже вселенная, и она для матери нет национальности детей, для матери все дети родные. Да, поэтому я попытался показать через мать, что нужно друг друга любить, ценить, уважать. Такие банальные уже слова говорю, но это на самом деле так и без этого никак. Когда я выпустил уже этот фильм, когда премьера была, ну до премьеры, конечно же, были многие угрозы, звонили, писали в личку. Ну как только трейлер пошел, реклама пошла фильма, особенно из России были такие звонки, такие угрозы. Но когда фильм вышел, эти звонки прекратились в одночасье. Как вы правильно указали в вашем вопросе, над этим фильмом работала киностудия «Кавказфильм». Все ребята, которые работали над этим фильмом, над съемками, это выходцы из Северного Кавказа, в основном из Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Адыгеи, да, есть ребята из Сечни, из Дагестана, есть соседи, да. Но команда, съемочная команда, группа, да, это ребята, которые родились, выросли на Северном Кавказе. От сценариста, режиссера, продюсера, актеров, да, и до рабочих сцен, до операторов, да, до всех. Я хотел, как автор этого фильма, показать человеческую сущность. Именно то, что человек внутри переживает, без технических каких-то больших приспособлений, как графика, как и другие многие сегодня инструменты для современного кино. Вы знаете, говоря о человеческой сущности, да, в своем фильме вы поднимаете общечеловеческие проблемы, но ваша мать, Антония, в ее характере кавказская культура, и прощает она его, как кавказская женщина. Мы знаем эту традицию, знаем это еще из нардского эпоса, да, если он припал к груди женщины, он просит прощения, женщина его может простить. Да, и женщина может остановить кровную месть. Это практически у всех народов Северного Кавказа закон кровной мести. Мужчины враждовали всегда. Когда она уже в интернет появилась, эта картина «Невиновен», уже начали писать и говорить свои истории, рассказывать. И с Адыгеи, с республики Адыгеи, с какого аула, не помню, или Блечепсен, или Квашихабль, я не помню, писала женщина, которая рассказала, что ее бабушка простила так, именно как мы показали в этом фильме, своего врага, врага, который убил ребенка этой женщины. И да, такие истории были, и такие истории были присланы нам из Дагестана, Чечни, из Карачаева, Черкесии были такие сообщения. Но самый главный месседж, самое главное послание нашим фильмам, мы хотели сказать людям, люди, оставайтесь людьми. И, кстати, хочу вам открыть секрет, Шерифат. По многочисленным просьбам зрителей мы будем снимать продолжение фильма «Невиновен». Я принял такое решение, что людям нужно дать возможность дальше заглянуть в эту историю и развить эту историю. В своем творчестве вы поднимаете очень важные и нужные вопросы и говорите о традиционных ценностях. Но время меняется, люди тоже меняются, говорят, да, и в нашу жизнь приходит очень много технологий. Жизнь стала проще, может быть, даже проще во всех смыслах. Но нет ли у вас чувства, что Кавказ сейчас на перепутье? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Как вы думаете, удастся ли нам, принимая все прогрессивное, при этом сохранять свою культуру, свои гурские традиции? Да, хороший вопрос, Шерифат. Да, мир очень быстро развивается, и современный мир диктует свои правила, свои условия. И не всегда даже, вот я, будучи отцом, очень сильно переживаю, какое влияние окажет интернет, соцсети, да, даже, к слову говоря, на формирование личности, на воспитание моих детей. И зачастую я всегда в разъездах, слава Богу, слава Аллаху, их мать сидит с ними дома, да, и дает достойное воспитание. Но не всегда возможно уследить за ними, потому что они все время в телефоне сейчас. И с телефона они черпают очень много информации, которые идут в 80, а иногда даже 90% в разрез нашим горским, нашим кавказским обычаям и традициям. Наш великий философ адыгский Казанок Ажабаги как-то сказал, кто шагает в ногу со временем, тот мужчина. Надо идти в ногу со временем, но не забывать, откуда ты, кто ты и что ты. Сегодня не важно, где ты находишься, сегодня важно, что ты делаешь. Нужно использовать интернет во благо развития, во благо человечества, а не наоборот. Когда интернет начинает использовать тебя, как человека, да, тогда уже и такие будут случаи, да, и мы очень многое потеряем. Потеряем в кавычках, наверное, нужно поставить, в кавычки нужно поставить, потому что это тоже нормально. Мы развиваемся, мы развиваемся, карачаевцы, черкесы, чеченцы, дагестанцы, ингуши, все народы Северного Кавказа, даже русские, которые родились и выросли здесь, они тоже являются кавказцами. У них особый склад ума, у них особое видение этого мира, особое мировоззрение, и они по-другому смотрят на этот мир. И, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы этим фильмом хотели, возвращаясь к предыдущему вопросу, я хотел этим фильмом сказать людям, люди, посмотрите на мир, попробуйте нашими глазами немножечко, с нашей точки зрения, да, и, может быть, вы начнете понимать нас, а мы, вас, лучше друг друга, и уйдут некоторые расприи, да, в жизни нашей. И то, что мы являемся выходцами Северного Кавказа, да, это тоже, я считаю, великим благом. Адаты, хабзы, обычаи, даже если это опустить, шерифат, я хочу сказать вам, что, я так думаю, что мы должны оставаться людьми, общечеловеческие ценности есть. Есть ценности, которые одинаково хороши и одинаково неприятны, да, допустим, ценности в кавычках, да, для всех людей разного цвета кожи, разного разреза глаз и с разными языками на устах. А ведь любовь не имеет национальности, так же, как не имеет национальности и ненависть, преданность, предательство. Они общечеловеческие. Это потом уже, да, люди внизу уже начинают этими эмоциями общечеловеческими пользоваться. И в угоду себе кукловоды пользуются этими эмоциями для стравливания, для влияния на те или иные процессы, которые происходят на земле, в обществе. А люди, к сожалению, не меняются, может, и к счастью, не знаю, и они остаются ведомыми. А национальный вопрос, он всегда самый простой для того, чтобы достичь своих меркантильных, своих сегодняшних целей, чтобы достичь, чтобы для людей, которые живут сегодняшним днем, чтобы набить карманы, построить побольше забор, ворота, ибо больше дом повыше, чем у соседа, да, они прекрасно понимают, что можно на этом как-то выехать, и можно как-то на этом апеллировать. А люди, как я выше сказал, они, к сожалению, ведомы. А может, к счастью, не знаю, это мы там уже. Когда будем там, все вышли рассудят. Спасибо. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо за общение, за приглашение. Танцевальный коллектив «Ридада» занял первое место в танцевальном проекте «Битва чемпионов», проходившем в Краснодаре. Мероприятие проходит в рамках телешоу «Звездный танцпол», детский хореографический народный ансамбль «Ридада», куда входят и ребята студии танца «Черкеска», под руководством Азамата Таня, занял первое место сразу в двух номинациях. Кавказский стилизованный танец до 12 лет и кавказский народный танец до 12 лет. Теперь танцевальный коллектив представит Карачаево-Черкесию в финале конкурса, который состоится 3 мая в Волгограде. Напомню, что ранее хореографический народный ансамбль «Ридада» и студия танца из Карачаево-Черкесии завоевали гран-при и первое место в пятой международной олимпиаде искусств таланта Евразии. В республиканской столице открылась ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесию вкусное и полезное настроение. На дегустации был Руслан Картмазов. Это самая жирная, самая вкусная царица лососева. То есть получается, это икра как Мерседес. Да, как Мерседес, похожа. Дорогая и вкусная. Людмила Григорян не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Все у нее вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнем с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой, она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбой, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежной, чтобы ее придавил и пленочка у нее лопалась, а не каталась по зубам. И вот в этой упаковочке сколько грамм? Ну, здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей, если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень ее готовить, камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавыча, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это все красная икра, красная рыба, это все лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбеца. Белорыбеца тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, ее не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой, но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селедку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Все это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаево-Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. С нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке Дары Камчатки. С 31 марта по 4 апреля. В доме предпринимателя. Город Черкесск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире Радио Россия. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населённых пунктах. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, всё ли у них в порядке. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Продолжение следует...